Друзья, сегодня мы выпускаем особенный ролик для канала Дайкер, который посвящен нашим девушкам. Мы поздравляем всех, кто смотрит нас сейчас и желаем, чтобы вас никогда не критиковали за любовь к ножам, а компании радовали вас эстетичными дизайнами и классным функционалом. А теперь перейдем к самому ролику. Три сотрудницы Дайкер, Нино, Рида, Лера. У каждой свой нож на кармане, а у нас есть несколько вопросов к ним. Сегодня у меня на кармане нож Пинг, лимитка, Пинг Дайкер Тим. Здесь у меня еще клевый темляк с головой собаки, не помню как называется эта порода, но, как и все мои темляки, они сделаны нашим темлячным мастером, у которого студия Благослав называется. У меня на кармане сегодня... Что же у меня на кармане? Стинг? Вот такой. Лимитка. Сегодня на кармане у меня вот такая вот малышка. Это Викторинокс. Нам его как раз-таки подарили к празднику. Он такой яркий, желтый. Наверное, не самый характерный для меня цвет, но мне очень нравится что-то такое весеннее. Вот. Пока что не знаю, как я его буду использовать. Ну, как? Я понимаю, как я его буду использовать, но посмотрим, насколько у меня это получится. Ногтями, конечно, открывать это сложно, но здесь есть пилочка, следовательно, можно спилить ногти. Вот. Как у тебя появился первый нож? Первый нож у меня появился, как у всех сотрудников Даггер. Нам спустя месяц работы, это секретная информация сейчас будет, но спустя месяц работы нам разрешают выбрать нож из наличия. И на тот момент, когда я работала вместе с компанией, это был далекий 2019 год, у нас в наличии было всего две модели. Было в наличии это Sting Stonewash с черной рукоятью и Pelican Stonewash с черной рукоятью. Но были еще несколько тестовых ножей, и один из них это был Arrow Blackwash с тестов. И с него сняли, получается, Blackwash, потому что он был поцарапан после подъема, по-моему, плиты или что-то типа того. Вот. Но он мне очень сильно понравился, потому что он такой необычный, вот этот вот клинок. И я, естественно, когда мне предоставили право выбора, я выбрала этот нож, вообще ни разу не пожалела, это один из моих любимых ножей. Первый нож мой был Викторинекс. Мне его подарили. Я пришла работать в компанию Dagger, и получается так, что человек, который работает с ножами в этой сфере, он должен иметь свой нож на кармане, или просто собой, если кого-то смущает это словосочетание. И, следовательно, так у меня появился мой первый нож, и с него вот началось какое-то осознание важности иметь этот инструмент при себе. Как ты поняла, что тебе необходим нож на кармане? Так, как я поняла, но, наверное, это приходит со временем, привычка носить нож, тем более, когда работаешь на живой компании, ты волей-неволей видишь людей, которые носят с собой нож, и ты такой уже, блин, мне тоже нужно носить с собой нож. А затем ты первый раз им пользуешься, и ты такой, да, вот он мне пригодился, теперь я буду всегда его носить, потому что с каждым, наверняка, ножеманом или ножевуманом, случалась ситуация, когда ты случайно забыл нож или специально его не взял, и именно в этот момент тебе нужен с собой нож. Ты себя чувствуешь ужасно, и вот, наверное, один из таких моментов я поняла, что мне необходим нож на кармане, чтобы он у меня всегда с собой был, чтобы можно было воспользоваться. Я думаю, я это поняла, когда я попробовала выйти из дома без ножа, когда ты привыкаешь к тому, что у тебя всегда есть какой-то инструмент, который тебе помогает в каких-то бытовых небольших задачах, и ты к этому привыкаешь, а потом ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно быстро что-то разрезать, вскрыть какую-то коробку, и ты понимаешь, что, ну, как-то не очень удобно, и вот в этот момент я, наверное, осознала, что я его лучше буду всегда носить с собой, и в любой ситуации мне будет легко справиться с чем-либо. Ну, я это поняла после того, как стала работать в дагере. Нож – это аксессуар или инструмент? Я думаю, два в одном. Нож должен исполнять и функциональную часть, и эстетическую функцию. Я думаю, это работает только так. Для меня 100% нож – это аксессуар, в первую очередь, потому как изначально, находясь в компании, мы… У нас своеобразный дизайн у наших ножей, это не секрет, и мы как бы позиционируем ножи на EDC, то есть носить их каждый день в городе, и согласитесь, не каждый человек в городе пользуется ножом каждый день. А вот пофлиповать, пооткрывать, позакрывать, ну, просто там что-то поделать, посмотреть – это всегда можно. Поэтому лично для меня нож, конечно, это аксессуар. Расскажи про свою коллекцию ножей. На нашем YouTube-канале есть видео про мою коллекцию ножей. У меня их сейчас уже, слушайте, наверное, штук 13, может быть, даже 14. И у меня появился первый недаггер – это нож Сививи. Вот. Я его купила в Санкт-Петербурге как-то на свой день рождения, поехала без ножа. Вот в тот самый момент я приехала без ножа и думаю, все, мне нужен нож, я пошла в Forest Home и купила там себе нож. Мне даггер, нож Сививи. Но у меня обширная, в принципе, коллекция. У меня два Кощея, у меня даже есть Вега. У меня две Вендетты, у меня есть два Стинга. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три. У меня пеликаны, вот как раз-таки, Эрау, еще и Шаркс, Вокет. В общем, я беру ножи, это не секрет, по внешнему виду. Когда мне нравится, как они выглядят, я вот в последнее время все сложнее устоять, знаете, от того, чтобы не взять какой-то прикольненький ножичек, который вот выглядит суперкругом. Моя коллекция. У меня есть коллекция два Стинга, есть, значит, Викторинекс есть, естественно. Есть у меня еще Эру Лимитка и Иронин. Я не могу сказать, что у меня есть прям коллекция, я все-таки еще не настолько увлечена ножами и не нахожусь в какой-то стадии фанатизма. Тем не менее, у меня есть там три ножа, которые я иногда меняю по настроению, в принципе, не оцениваю их как вещи, которые могут определять определенные функции. Они у меня в основном такие достаточно универсальные, в основном это, конечно, даггер, но вот как-то так. Можно ли оставаться женственной с ножом на кармане? Конечно. Почему бы и нет? Я думаю, да, это не проблема, нож, это не то, что делает тебя мужиком. Конечно. Конечно, можно. И даже не в кармане. Есть у нас наша знакомая Мария, девочка. У нее нож Виндетта, она носит его в сапоге, на сапог флипсой вешает. И также у нее была такая небольшая серия роликов, где она показывала, как носить нож в самых интересных местах. На подвязке там можно носить или на корсете. Так что, конечно, можно, да. Тема нейросетей сейчас на пике популярности. Поэтому мы обратились к искусственному интеллекту за помощью. Он отрисовал нам части складного ножа. Возможно, не очень умело, но давайте попробуем догадаться, что там изображено. О, Господи. О, Боже, что это? Так. Это что, нож? Я вижу, что это часть ножа. Это какой-то странный мультитул, связанный крышечкой на карабине. Ну, я вижу клинок. И вязаная штучка. Вязаная штучка – это что? Ну, оно прикреплено как-то к ножу, да, соответственно. И если оно не фикси... Это рукоять? Это ножны? Оно прикреплено к ножу. Там есть кольцо. Так. Ну, подождите, ключи туда нельзя повесить, правильно? Так, карабин. Кимляк? Кимляк? А, это темляк? Ого! Нифига себе! Прикольно. Да. Это же, получается, на темляке висит нож, а не наоборот. Ножны. Ну, это какой-то аксессуар к ножам? Да. Без которой нож не может существовать. Не знаю, это брелок. Рукоять? Не знаю, что это. Не обязательно часть ножа? Клинок? Я сказала тебе писать. Я не знаю. Я не понимаю, что это. Оно вообще непонятно. Что это значит? Ну, я не знаю. Это на ножны вообще похоже. Для меня. Это тоже нож? Стеклобой? Ну, типа, как треугольник. Нет? Я не понимаю, что это. Есть еще варианты? Подсказки? У всех одинаковые вопросы. Что это? Оно такое. Там есть клинок? Там нет клинка. А зачем эти заклепочки? А вот на самом изображении, на самом рисунке, там есть отдельно? Это нельзя разложить. Это просто часть ножа здесь. И это не клинок. И это не рукоять. Это какая-нибудь гарда? Да е-мое, что же это такое-то? Это увеличено? Сильно увеличено? Так, это не сильно увеличено. Это клипсы? Это клипсы. Какой ужас. Клипсы? В каком месте это клипсы? Это есть на наших ножах, на ножах даггер? На всех? Клипсы. Где-то в 16 веке это чисто клипсы на меч. А что это? Это гравировка какая-то? Это аксессуар к ножу. Ну, в принципе, ножевая культура. Подставка под нож? Я хотела сказать, что это патч. Но не знаю. Что значит мужчина? Это кассет? Это бусина? Это аксессуар? Это все часть ножа? Это рукоять? Какая? Клинок? Какой это клинок? Так это там бандит получается? Клинок. Типа тип клинка. Санта? Пистилет? Это... Санта? Боуэ? 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 Так, это Боуэ? Господи. Так форму клинка же. Ну ладно. Не суть. Допустим. Да? Больше нет загадок? Ну ладно. А вы быстро догадались, что было изображено на картинках? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях. Продолжение следует...